Привет зрители! Сегодня у нас на тесте Hyundai Solaris Долго мы ждали новую модель и наконец-то свершилось Сегодня подробно обсудим, что да как, что изменилось Насколько автомобиль стал лучше относительно предыдущей генерации И конечно, виртуально посравниваем с Vesta Хотя сразу забегая вперед скажу, делать это решительным образом не стоит Потому что новый Solaris это новая планка в B-классе Мне кажется, уже слияние B и C условных классов свершилось Потому что совершенно другой уровень оснащения, другой уровень ездовых свойств В общем, все говорит о том, что в принципе Solaris стал автомобилем класса C, а вовсе не B Как все раньше предполагали и нарекали эту модель Поэтому давайте подробно обсудим, чем же хорош этот автомобиль Что в нем интересного, ну и может недостатки тоже найдем Надеюсь, что это случится, потому что предыдущий кузов Он обладал некоторыми свойствами, которые говорили, что модель все-таки уступает Некоторым конкурентам под конец выпуска Но теперь иное совершенное исполнение И давайте начнем сразу с задней части Это кузов седан и, к сожалению, на рынок на наш не будет подготовлена версия хэтчбэк То есть только седан, только условный статус Потому что до сих пор сильные стереотипы, что автомобиль должен быть в кузове седан Это круто, это стильно Хотя я считаю, что универсалы тоже должны быть В этом нет никаких сомнений Ну что ж, до кузова Заглядываем в заднюю часть И видим здесь багажник Кому интересно, литр 480 Но на мой взгляд, сам литраж ничего не говорит Главное форма, внешний вид, ну и высота В целом, вполне себе приличный багажник Есть у нас под поликом даже запаска Давайте ее оценим Вот так вот Никаких формовочных частей здесь нет Но навалить что-нибудь можно Для того, чтобы перевозить какие-то мелочи Запаска у нас, по сути, докатка 15-й размер И видим, что только небольшой слой вибро И для тех, кто любит улучшать свои машины Простор необъятный Хотя в целом, несмотря на то, что шиповка на автомобиле Шумным я его назвать не могу Но это, опять же, к ездовым свойствам Сейчас виртуализировать не будем Видна камера И опционально доступны, кстати, диодные фары К сожалению, в нашей версии Хотя это и топ, их нет Продолжаю рассказ И следом, что Давайте посмотрим, кстати, какой бензин сюда можно заправлять Это тоже очень интересно Открываем лючок Все по японско-корейской традиции Запираемо Диод второй бензин можно наливать При этом мотор высокофорсированный И все-таки я заливал в 95-м Чтобы получить максимальный приход Максимальную радость Ну а теперь переходим назад Посмотрим, есть ли возможность Разложить сидение Да, такая опция доступна И, как видим, за мной я высок Сидение не раскладывается Придется либо удалять подлокотник Либо подвигать меня вперед Ну, пожалуйста Мы это сделали В принципе, для седана трансформация достаточно И ожидать чего-то большего По мой взгляд Не стоит В этом нет никакой нужды Своими задачами Автомобиль справляется Ну, конечно Может быть и было бы здорово Если бы вывели универсал Устроили бы прямую конкуренцию С некоторыми автомобилями Давайте попробуем сесть Ну, мне кажется, что сам за собой Разместиться здесь Мне будет очень сложно Метр девяносто Все-таки давит Всем своим габаритом На счастье спинка Снизу мягкая А вот сверху Арматура Арматура Есть Это каркас И думал я влезу Нет, к сожалению Для меня Сзади за высоким Рослым водителем Закрыта возможность Перемещения Увы Вот такая вот ситуация Ну, а тем, кто Поменьше Менее габаритный Я думаю, проблем не будет Для пассажиров сзади Вообще ничего не предусмотрено К сожалению Ни зарядок Ни дефлекторов Прето что в ноги И может быть Только подогрев седана Подогрев седана Можно, конечно, заднюю часть Назвать седаном Подогрев задней точки Вам Вас порадует Вот так вот Это интересная опция И обычно делают ее В универсалах А здесь Предложили Седание Что ж здорово Хотя казалось бы Вроде бы пусто И ничего нет Но обогрев присутствует Что ж Это хорошо Идем далее Теперь Ознакомимся с тем Что Несмотря на наличие Подогрева Места сзади Не так много Откроем Главную Движущую силу Это, конечно, доступ К двигателю Скрываем Скрываем капот Сейчас мы с вами Оценим Что у нас здесь Крышка капота Достаточно Массивная Это хорошо Потому что Помогает Избежать Излишних шумов Отделяя двигатель От Посторонних Каких-то Явлений Пусть он сам по себе Работает Другим не докучает Итак Мотор здесь На загляденье Скажу сразу Это 1.6 Естественно Топовая версия 123 силы И Очень Его заводной характер Классный Автомобиль, конечно Именно Из-за двигателя Потому что Жизнь Это двигатель Двигатель Это жизнь И вы знаете Как я люблю Пришпорить коня Что называется Дать газу По полной И В данном случае Хотя объем 1.6 Выкручивается Он В звон Очень хорошо Кстати Кто-то похитил Явно Крышечку Мне так кажется Вот эти вот Части Глядят о том Что здесь может быть Декоративная крышка Увы Не доложили Не доложили Либо Свершил Какое-то Нехорошее Человек Хищение Сам мотор Помимо этого Предлагается Версия 1.4 100 сил Налоговая Такая У него мощность И Признаться Если хотите Солярис брать Обязательно 1.6 Потому что Именно С таким Вариантом Солого агрегата Хочется Придавить педаль Хочется Почувствовать Драйв И разгон до сотни По паспорту 10.3 Реально Даже из 10 Выходит автомобиль Что очень здорово Жалко Только упорчик Нам не дали Вот так вот Я совершил Раскрепление И Закончили с этим К тому как Переходим К оценке Тормозов Тормоза у нас Здесь Естественно Дисковые Естественно Посмотрите Задняя ось Чигает дисковыми Тормозами Учитывая Достаточно Высокие Динамические Свойства автомобиля Это хорошо Это здорово Никакой скромности Здесь в тормозах Быть не должно Подвески Стандартные Для такого Класса автомобиля Сзади H-образная балка Спереди Независимая подвеска Ну что Закончили Со свойствами Главное Что Версия у нас Механическая Самая драйвовая Что называется Хотя на мой взгляд Автомат Тоже шестиступенчатый То есть В целом Hyundai говорит о том Что у нас Самые современные Самые актуальные Возможности Для того чтобы ездить И атмосфера веселая Надежная Потому что Турбин нет А раз нет турбин Двигатель проще И естественно Ресурс его будет выше Ну а механика Сама по себе хороша Кто-то кстати Может сразу Придираться Что вот Тут есть Свободный ход Какой-то Но он у всех Коробок есть Я не знаю Какой смысл Придираться Если включаются Все четко Мимо передачи Не мажешь И слава богу Задний ход С специальной Блокировочной Обоймой Потому как Нет возможности Перепутать Первый и задний ход На счастье В общем Постарались Давайте заведемся Чтобы более детально Изучить интерьер Ощутить Что у нас Да как Озаряется Приборная панель Всеми своими цветами Очень классно Ее видно Если честно Приборка Великолепна Вот Это главное Что в салоне Заставляет Постоянно радоваться Учитывая что Водитель все время Считывает с ней информацию Получается здорово Расход получился У меня В среднем 9,4 9,5 По разному Он скачет Ну естественно В силу того Что приходится Перемещаться Сбрасывается он регулярно Сам по себе И Вот эти 10,5 литров Условно Потому что Получил я машину С пробегом Кадров там Что-то Тысячу И было там 7,5 литров На сотню То есть в целом Мотор действительно Экономичен В сочетании С коробкой Поэтому Вопросов По тому Что Здесь Какого-то Ажора Топлива Нет Действительно Его нет Вот так вот В отличие от Известного Конкурента Нам всем Которые сейчас С помпой Представили Там действительно Мотор прям Потребляет А мощность Та же самая То есть Здесь получается КПД Намного выше И это главный плюс Конечно Продолжаем Рассказ про салон Сам по себе Вполне он приятен Сказать что Здесь какие-то Есть особенности Я не могу Салон как салон Приятная обивочка На счастье тканевая Тканевая сиденья Очень классная Естественно Комплектация топовая Поэтому можно найти Здесь все радости жизни За исключением Круиз-контроля Круиз-контроля Я к сожалению Не нашел Вот И Этого мне хотелось бы Больше всего Потому что Как вот жить Без круиз-контроля Почему его здесь нет Я не знаю Может быть Кто-нибудь мне Из зрителей Расскажет Как сюда Круиз-контроль Прикрутить Но Увы К сожалению Недоступен Он Хотелось бы Вот явно Для него места Наличествуют Продолжая рассказ Можно отметить Мультимедиа систему С достаточным Размером экрана В целом Работает он Совершенно Адекватно И Самое главное Что есть возможность Подключить И Android Авто И CarPlay То есть современная Мультимедиа система Не вызывающая Каких-то ощущений Недоделанности Или Несовершенства То есть Все работает Как нужно Можно Режимы разные Использовать В общем Все как нужно Видимо Wi-Fi Подключение есть Но Наш обзор не входит Подробное исследование Что у нас происходит С мультимедией Это вообще история Это мне кажется Другая должна быть Если вам интересно Давайте рассказывать Про мультимедиа Отдельно Но на мой взгляд Посмотрели Главное Это конечно Все остальные функции А звук есть Слава богу Активируем климат Здесь он К сожалению Однозонный И это Как раз говорит о том Что мы все таки В B классе Потому что C уже щеголяет Двузонным климатом Но зато Полный набор Всех подогревов Которые только могут быть От рулевого колеса До как видели Заднего дивана В общем Можно Получить максимальный Комфорт от опций Потому что Подогрев руля Это очень важно Для нашего климата Где необходимо Постоянно Согревать свои ладошки Удивляет Что при наличии Автоматического Датчика света Hyundai Видимо разделяет Мою идею Что датчик дождя Не нужен Ну действительно Зачем он нужен Если вечно Работают они Как-то Не совсем внятно Приходится включать Регулярно мануальные режимы Проще уж сразу Пользоваться Своими руками В остальном Подбадривает Нас автомобиль Огромным количеством Зарядок Если сзади их нет То спереди Аж целых Три От USB До стандартных Кофр Маленький И Сказать что здесь Какие-то особенные возможности Не получается На счастье Он есть И слава богу Видим Объемная достаточно Площадь для телефона То есть в целом Интерьер продуман Под современные нужды Бросил сюда что-либо И едешь Вот что мешало Кстати на многих автомобилях Ранее Такое делать Вот не знаю Кстати Всегда задумываюсь Почему современные автомобили Они более продуманные Чем прежние Ведь люди в принципе Не особо-то изменились И мелочевку им все равно Нужно было куда-то складывать Ну Вот так вот Что радует Это конечно Рулевое колесо Приятная обивка кожей И тут Можно сразу сказать Что Солярис Который у нас здесь На тесте Почти под миллионом Стоит Изо всех пакетов Это две большие Разницы между машиной За Сколько он там стоит Давайте посмотрим Внимательно оценим Опциональный ряд Стартует Солярис 624 900 Это Шеступенчатая механика И 1.4 Хочется сказать Что Действительно Разбег Очень большой То есть Шеступенчатый автомат В элегансе Стоит 924 900 То есть В принципе Это сколько там 300 тысяч разницы И Добивается он еще пакетами Кому нужно Более подробно Пожалуйста На официальный сайт Зайдите Это Прайс лист Который доступен всем То есть В целом Вот наша версия Которая С всеми пакетами Доступными Для МТ Стоит 884 Плюс 80 То есть Почти Миллион Действительно Автомобиль стоит А с автоматом Он вообще Перевалит за миллион Поэтому Добро пожаловать В новую реальность Столь доступный Популярный Автомобиль Как Солярис Стал стоить Миллион рублей По интересной Вкусной комплектации Потому что Чтобы сравнить Нам автомобиль Обычный За 600 Там 25 тысяч И этот Миллионник Это совершенно Разные автомобили И сравнивать их Мне кажется Не совсем корректно Хотя потому что По рулевому колесу Будет намного Совершенно Другое ощущение То есть Кожа сразу дарит Плюс там 10 Если говорить Про компьютерную технологию Как мы говорим В играх играешь В РПГ Плюс 10 Скиллу И вот здесь тоже Плюс 10 К комфорту К удобству И ты сразу Всех начинаешь Обгонять Что называется По оснащению Ну единственное Что хочется Вновь задать вопрос Ну почему Нету Круиз контроля Вот это Главная тема Которую Наверное И вот стоит На нее обратить Внимание Потому что Здесь у нас Необходимости По дополнительным Каким-то Моментам Получается Нет Скорее Что с чего-то Здесь не хватает Я думаю Что не получится Все на своих местах Ну что поехали Много было слов Теперь пришла пора Придавить педаль Ощутить На что способен Савелис в деле Как ощущения Ну про сидушки Кстати я уже В принципе сказал Про дизайн Сами по себе Они вполне удобны Каких-то Дополнительных моментов Чтобы что-то Где-то тут Не хватало Чтобы что-то мешало Я назвать не могу Сиденье Как сиденье С регулировками Механическими Расположиться можно Что поехали Первая передача Давайте посмотрим Что у нас получится Руль Очень легок На парковке И как я уже говорил Кожа позволяет Приятно ощущать Моменты От перемещения Зеркала не столь Увелики Но Из-за того что Есть некоторое Расскажающее Сферическое ощущение От самого зеркала Позволяет захватить Достаточно Как вы видите В сектор обзора Поехали Сразу мы Двигаемся Удобно переключать Передачи Вопросов К каким-то Сменам Режима У меня нет Главное Это конечно То что двигатель Несмотря на то Что это 1.6 И казалось бы Там 150 мм Крутящего момента Исходя из Аспеков Тянет Прямо буквально С 1000 оборотов То есть Любитель ездит На низких Скоростях На низких Оборотах Вот пожалуйста Можно сразу Приключаться И никаких Ни шумов Ни вибраций Ни недовольного Звука Нет Двигатель работает Единственное Что ниже 1000 Конечно Тяги не хватает Это прям Очень ощущается То есть В пробке Приходится Даже порой Подгазовывать Чтобы пробудить Всю прыть 16 клапан От Hyundai Который развивает Напомню 123 силы Это действительно Хороший Современный Показатель Вне всяких Сомнений Продолжаем Двигаться И главное Если вы хотите Получить максимум Удовольствия А за рулем Кстати Нового Solaris Это возможно Почему Расскажу Уже При оценке Управляемости То двигатель Нужно крутить Двигатель Нужно Угонять В отметке 5-6 тысяч К сожалению Несколько Смутило меня Ограничение Оборотов Видим Есть тут сектор От 6,5 до 7 С такими Вот Рисочками То есть Казалось бы Это должна быть Красная зона Но в итоге Да Видим Есть ограничения При стоянке На месте По оборотам Но ничего страшного То есть Сейчас вы видите Что приходится Двигатель Приключать раньше Чем 7 тысяч Вот думал Что удастся Прямо Показать Всю прыть Увы Несколько Смутил меня Этот момент Хотелось бы Конечно Еще больше Мощности Мне кажется Чипованный Solaris Если Тех кто смотрит Мои видео Есть такие Представители Кто уже Новый Solaris Чипанул Я очень С удовольствием Принял С большим Удовольствием Скажу так Принял вас в гостях Чтобы рассказать Про то Что можно сделать С этим 1.6 Насколько Можно Улучшить Его состояние Потому что Так конечно Чувствуется Что мотор Живет Сверху При том что Работает И в нижнем Диапазоне Но Чем больше Оборотов Тем больше Кайфа Тем больше Давай Все Садите Здесь мы Утыкаемся В ограничитель Оборотов И переключаемся Дальше Реально Автомобиль Воспринимается Динамично Ну конечно 10 секунд До сотни Это тот порог Где Разделяются Автомобили Не очень быстро И уже достаточно Быстрый Чтобы получать Нужные Динамические Свойства Нужный Отлик И восприниматься Как вполне себе Достойный Современный Так что Всем производителям Кто хочет Казаться Быстрым Или Быть им Нужно Стремиться К этим 10 секунд Очень важный Показатель Психологически Важный И важный С точки зрения Ощущений Двигаемся Мы на Шестой Передаче Легко Ее можно Использовать В городе Так что Мотор Как я уже Говорил Огонь Действительно И сочетание Двигателя Коробки Работает На все 100 Привет Тот Может Передать Ладе Которые По прежнему Мучаются С этими Пятиступенчатыми Коробками Главное Нарекание Там Именно Конечно К этому Потому что Hyundai Буквально Обгоняет По Технике Обгоняет Как бы Не родили мы Заречного Производителя Увы Таких опций Как прогрев Руля Ну Просто Не сыскать Хотя Мы Цену Уже Видели Она Конечно Стала Выше И Из-за Этого Видимо Солярис Лучше Двигаемся Далее Хочу отметить Что Резина У нас Конечно Уже Зимняя И Она Вносит Свою Лепту В управление Автомобилем Добавляет Мягкости Добавляет Чуть Больше Размазанных Реакций Но Зато Любителям Комфорта Конечно Это в самую Масть Потому что Подвески Все Пересмотрены Работа Пересмотрена И Тут Хочется отметить Что Большой Прорыв Относительно Ездовых Свойств Нового Соляриса Кто Помнит Мои Рассказы Про Предыдущую Генерацию Там Все Было Здорово До Того Момента Пока Мы Не Начнем Рассказывать Про Управляемость Про Рулевое И Там Подвеска Была Настроена Вроде На Комфорт Но При Этом Слишком Уж Сильно Ее Облегчили Облегчили По Отношению К водителю Ты Не Понимал Что Происходит С Колесами На Скорости Чем выше Скорость Чем Меньше Уверенности Здесь Такой Проблемы Нет Благо Еще Что Хотел Отметить Естественно Руль Регулируется По Всем Возможным Проекциям Ничего Удивительного Машина Нового Поколения Обладает Такими Возможностями Так Что С рулем Здесь Полный Порядок Конечно Не Гонка Чтобы Получать Полноценную Информацию Дороги Но Очень Даже Достойно Руль Не Вихляет Стоит Ровно Легкий Но При этом Добавили Информацию На счастье Вот видите Кстати Не переключаю Я пятую Передачу С полутора Тысяч Смело Мы двигаемся В городе Вытягиваем И Бед Не знаем Так Что Видите Пока Мы Разбираем Все моменты Которые Можно Оценить Все Получается Прям Позитивно И Вполне Себе Добротно Вообще Долго Я думал За что Можно Поругать Солярис И Выяснилось Что Каких-то Моментов Негативных На которые Хочется Обратить Внимание Чтобы Пользователей Как-то Отвлечь Получается Ну Реально Машина Годная Получилась Обновление Удалось И К сожалению Стало Дороже В этом Наверное Вся Фишка То есть Если Автомобиль Дороже Он и Лучше И Здесь Можно Смело Сказать Что Оно И Есть Тормоза Кстати Тормоза Ничего Не Сказал Равно Как Про Шумоизоляцию Но Здесь Сложно Говорить У нас Резина Зимняя Шипастая А вы Знаете Как Резина Нивелирует Все Старания По Шумоизоляции Потому Что Получается Слишком Громко Шипы Коцают Вносят Свои Разнообразные Непонятные Явления Поэтому Увы Шумоизоляцию Мы Никак Не Оценим К сожалению Ну А тормоза Огонь Что Надо Очень Острый Очень Яркий Требует Конечно Некоторого Привыкания Потому Что По Непривычке Начаешь Клевать Носом Думая Что Автомобиль Будет Менее Интенсивно Замедляться Нет Прям Ух Срабатывает Достаточно Быстро Некоторые Свободные Ход Есть Ну Вот В этом Можно Что Сказать Что Чуть Чуть Можно Было Сделать Польное Прогрессивно Плавную Характеристику Хотя Многим Я думаю Понравится Сразу Чувствуется Уверенность Что Ух Я Заторможу В любой Ситуации Ну И Въехали Мы В пробку Тут Надо Ждать На тест Версию С автоматом Чтобы Про Нее Рассказать Но Это Для Другой Истории Для Другой Серии Думаю Что Будет Еще Сейчас Включение После Этой Злосчастной Пробки Расскажу Про Работу Подвески На Неровности У нас Там Как вы Знаете Есть Мерный Участок Про Который Можно Сказать Едем И Дубасим Ну И Ждем Его Миновали Мы Пробку И Сейчас Уходим На Участок Где Есть Лежащие Полицейские Посмотрим На Что Способна Подвеска Сможет Ли Она Сдержать Натиск Неровных Дорог Давайте Оценим Разгоняюсь И Поедем На Скорости 50 В Час По Данному Участку Посмотрим Что Будет Ну Что Хорошо Отработала Подвеска Если Помните В предыдущей Машине Многие Владельцы Скидывают Прям До Минимума Здесь Добавили Энергоемкости Очевидным Образом И Теперь Можно Смело Атаковать Разнообразные Неровности Так что Машина Стала Может быть Чуть Более Упругой Чуть Более Такой Вот Повторяющей Некоторые Неровности Но Все Это Во благо Чтобы Более Уверенно Чувствовать Как Сам Автомобиль Так И Продлевать Все Разнообразные Надолбы В общем Все Позволяет Ощутить Возможность Движения Без Ограничений Ну и Конечно Начинаем Заканчивать Наш Обзор Ничего Не видно Ребятами Смотрите Трассовую Езду И Там Будет Более Патронно Разобран Как раз Механизм Заимодействия Автомобиля С водителем Это главное Потому что Мы Любим ездить Мы Понимаем Что Автомобиль Должен Дарить Удовольствие И это По большому счету Главное До новых встреч Мои дорогие зрители Всем пока Рад что вы смотрите Мои видео И конечно Пишите комментарии С удовольствием Пообщаюсь Если есть какие-то моменты Которые я не осветил Мы их дополнительно Обсудим Посмотрим Что да как В общем Подробная ситуация По Солярису В целом Ясна Автомобиль годный Но На этом я завершаю Городской тест Полноценный С рассказом Про возможности Автомобиля До новых встреч Пока И кто кстати Думает что Не осветил я вопрос Связанный с Обзорностью В целом Она Вполне Обычная Для современных Автомобилей И В целом Можно разглядеть То что хочешь Увидеть До новых встреч Пока Продолжение следует... Продолжение следует...